Библейский портал экзегет.ру представляет 37 глава пророка Иезекииля, которую мы читаем с вами для библейского портала Экзегета. Я свой перевод сопровождаю небольшими комментариями. Очень хорошо знакома всем, кто посещает православное богослужение Страстной Седмицы, на чине погребения Плаченицы, читается из этой главы отрывок. Но давайте не будем торопиться. Давайте попробуем понять, какое значение имеет этот отрывок в контексте самой книги Иезекииля. Ну а потом мы можем сравнить его с тем, что он означает в контексте уже православного богослужения и есть ли вообще между этими двумя вещами связь. Я напомню, что 36 глава – это глава про возрождение Израиля, про то, что Израиль когда-то грешил, народ грешил, потом он был рассеян, потом он был разбросан, но его Господь соберет на своей земле, даст ему новую жизнь и будет их пастырем. 37. Коснулась меня рука Господня, он духом своим унес меня и поставил в долине. Обратим внимание, что вот так Иезекииль выделяет какие-то особо важные пророчества. Да, обычно было мне слово Господне, и, кстати, датируется это слово таким-то днем, такого-то месяца, такого-то года. А вот когда он духом переносится, до этого он в Иерусалим переносился духом. Здесь он оказывается в долине, а она была полна сухих костей. То есть даже не какое-то определенное место, а просто вот где-то он видит нечто, ну, очень неприятное. Сухие кости, то есть уже вот все давно истлело мясо, значит, там какие-то давние трупы. Он обвел меня вокруг них, и было их очень много в той долине, они были совершенно сухими. Он сказал мне, сын человеческий, а живут ли эти кости? Ну, с одной стороны, понятно, что вопрос риторический, конечно, нет. А с другой стороны, раз Бог спрашивает, значит, наверное, да. Я ответил, это знаешь ты, Владыка Господь. Тогда он сказал мне, пророчествуй на эти кости, и скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне. Вот что говорит Владыка Господь этим костям. Я верну в воздух, вы оживете. Я выращу на вас жилы, восстановлю плоть, одену кожей. Верну в воздух, и вы оживете, и будете знать, что я Господь. Собственно, те же самые слова, которые до этого были в конце 36 главы обращены к израильтянам. И будете знать, что я Господь. А пророк – это тот, без кого это не получается почему-то. В принципе, Господь может сам все это им сказать. Но почему ты хочешь, чтобы сказал пророк? Я изверг пророчество, как мне было велено. И пока я еще его произносил, раздался шум, возникло движение, и стали сближаться кость с костью. Я увидел, как на них выросли жилы, появилось плоть, и сверху их покрыло кожа. Только дыхания в них не было. То есть, смотрите, пророк ничего не делает. Он только произносит пророчество, и уже все происходит само. Тогда он мне сказал, пророчествуй духу, пророчествуй, сын человеческий, и передай, что говорит владыка Господь. Приди, дух от четырех ветров, вдохни на эти трупы, чтобы они ожили. Я издрек пророчество, как мне было велено, и вошел в них дух, и они ожили, и поднялись на ноги. Великое, великое множество. Вновь дух, который даже непонятно, что это дух Божий или ветер, потому что по-еврейски, в принципе, это одно и то же слово, руах. И вот что-то такое, без чего нет жизни. Вот есть человеческое тело, а есть в нем некая составляющая, которая из чистой анатомии делает живое существо, и без которой человек – это всего лишь некоторое количество мускулов и прочих частей тела. Ну что же, воскресенье мертвых, правда? Вот люди умерли, они давно истлеили, от них остались только сухие скелеты, и тем не менее постепенно возвращаются им тела, а потом в эти тела возвращается жизнь, по пророчеству. А вот читаем дальше. Он сказал мне, сын человеческий, эти кости – весь дом Израилев. Хотя они и говорят, что и сохли кости, погибла их надежда, вырвана они с корнем, но из реки пророчества и передаем, что говорит ладыка Господь. Я сам растворю ваши гробницы, выведу вас из гробниц, мой народ, и приведу в землю израильскую. И будете знать, что я Господь, когда я растворю ваши гробницы, и выведу вас из гробниц, мой народ. Вложу в вас мой дух, и вы оживете, верну вас в собственную страну, и будете знать, что я Господь, как сказал, так и сделал. Пророчество Господа. Вот тебе и воскресенье мертвых. Казалось бы, в 36 главе уже ясно все это описано, а здесь дается просто такое метафорическое повторение. Израиль возродится, Израиль вернется в свою страну. И сейчас они ощущают себя разбросанными костями, то есть народам, которые погиб, и его остатки, они рассеяны и никогда не соберутся. Но соберутся. Соберутся вернуться к себе, к жизни в своей стране. И, конечно, эти кости здесь – это метафора рассеянного израильского народа. Что же мы как-то все переделали в православной традиции? Давайте дочитаем главу, потом к этому вернемся. «Было мне слово Господне. Теперь, сын человеческий, возьми себе один деревянный посох и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, которые с ним. И другой деревянный посох и напиши на нем Иосиф, это же золы Ефрема, и сынам Израиля, которые с ним». Но это два царства – южное и северное, иудейское и израильское. В израильском главное племя или колено – Ефрем. Соответственно, оно часто называется Ефремовым. И вот это символы этих самых двух царств, которые оба разрушены, оба разбросаны. Северное – раньше, еще сирийца. Южное – совсем недавно, вавилоняне. «И сложи их вместе, один к другому, чтобы в твоей руке они стали единым посохом». То есть, из сломанных посохов, палок, по сути дела, конечно, целую не получишь. Наоборот, сколько угодно. А вот сделать так, чтобы сломанное срослось и стало единым, мы не можем. Тем не менее, здесь именно такое невозможное происходит. Как невозможно и сухим костям ожить. И когда спросят у тебя соплеменники, «Не скажешь ли нам, что это такое? Тогда передай им, что говорит Владыка Господь. Я сам возьму посох Иосифа, который в руке Ефрема и племен Израиля, которые с ним, и приложи его к посоху Иуда и сделаю их единым посохом, и будут в моей руке они вместе. А посохи, которые ты подписал, будут в твоей руке у них пред глазами». То есть, еще одно чудо, еще одна метафора. Понятно, что этот разделенный народ собирается вместе. И дальше более подробное разъяснение уже этого видения. «Ты передашь им, что говорит Владыка Господь. Это я возьму сынов Израилевых от народу, в котором они отправились, соберу отовсюду и приведу в собственную страну, сделаю их единым народом в этой земле, на горах Израильских. Будет у них единый царь, и впредь они не будут двумя разными народами. Впредь не разделятся они на два царства. И впредь не осквернятся уже своими идолами и мерзостями, и всякими пороками. И спасу их во всяком месте, где бы они ни жили, где бы ни согрешили, очищу их, и станут они мне народом, а я стану им Богом». Ну вот, смысл, да, вновь повторяются те слова, которые уже звучали. «Они станут мне народом, я стану им Богом». То есть эти отношения, когда-то разорванные, когда-то уничтоженные, возродятся. Дальше еще о мессианском пророчестве. То есть каким это образом Бог будет пости этих людей, как он восстановит их благополучие. «Мой слуга Давид», то есть, видимо, потомок Давида, мессианский царь, «станет царем над ними, единым пастырем для них всех, и будут поступать по моим повелениям, храниться и исполнять мои уставы». Вот этот самый мессианский царь будущего. «Будут они жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, где жили ваши предки, там будут жить и они, и внуки их, и дети их, и внуки, и раб мой Давид во веки будет их правителем. Заключу с ними мирный договор, вечный завет будет у вас с ними, одарю их, умножу их, навеки поставлю среди них свое святилище. Над ними будет мое жилище, я буду им Богом, а они будут мне народом. А другие народы будут знать, что я Господь, освящающий Израиль, когда мое святилище будет у них навеки». Ну что, прочитали главу, и давайте задумаемся. Значит, православная традиция все-таки сильно изменила смысл текста. В своем непосредственном контексте он совершенно однозначно говорит о том, что это возрождение израильского народа, рассеянного, разбросанного, утратившего свою страну, свою государственность, но когда-то все это вернется. А при чем же здесь воскресение мертвых, физическое воскресение мертвых тел? На первый взгляд, ни при чем. А на второй, на третий, а что значит, они будут знать, что я Господь, освящающий Израиль, мое святилище у них навеки. Как это совместимо с физическим умиранием? Нет, ну совместимо, конечно, но не протягивается ли отсюда нить к другой какой-то идее о том, что смерть тоже не вечна? О том, что, да, вот всегда в Библии общая или корпоративная, национальная и частная, или личная, человеческая, они в каких-то сложных взаимоотношениях, что относятся к одному человеку, то можно отнести в некотором смысле к целому народу, и наоборот. И воскрешение людей, которые преобразуют, прообразуют собой израильский народ в какой-то новой своей жизни, оно может стать каким-то мостиком к идее воскрешения человека, как такового, вообще любого человека. Как начало представления о том, что самое главное, самое лучшее, самое святое в человеке не умирает насовсем. Оно так или иначе возрождается. Оно остается в каком-то смысле с нами. И поэтому я думаю, что связь между этими двумя вариантами прочтения, она, безусловно, существует. Ну, не говоря уже о том, что вообще в православном богослужении, да и в православной традиции в целом, достаточно часто многие строки Ветхого Завета, да порой и нового, они в каком-то смысле перетолковываются. То есть в них прочитывается другой смысл, но дело не в том, чтобы прочитывать строго так, как было сказано когда-то, а в том, чтобы этот новый смысл не перечеркивал предыдущий, чтобы он был с ним органически связан. И я думаю, что 37-я глава пророка Иезекииля – это именно такой случай. Субтитры создавал DimaTorzok